Доброе утро! Вы смотрите выпуск новостей на Катунь-24. Меня зовут Егор Матаев. Переходим к выпуску. Выборы президента Российской Федерации состоятся в период с 15 по 17 марта 2024 года. Подготовительный период уже завершается. О том, как можно будет проголосовать в Алтайском крае, рассказала на пресс-конференции председатель края избиркома Ирина Акимова. По данным на 1 января в крае зарегистрировано более 1 756 тысяч избирателей. Они смогут проголосовать на выборах главы государства несколькими способами. Традиционно заполнив бюллетень на избирательном участке. Также можно воспользоваться механизмом мобильный избиратель, если вы будете находиться, например, в командировке вдали от своей участковой избирательной комиссии. Может подать заявление с 29 января в любую территориальную избирательную комиссию, в любом субъекте Российской Федерации. В дальнейшем к этой работе присоединятся участковые избирательные комиссии на более позднем периоде. В любой МФЦ, наконец, через единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг и выбрать для себя любой удобный для него участок для голосования по тому его месту нахождения, где он будет находиться в период 15, 16 и 17 марта. Также голосование будет организовано в местах временного пребывания граждан, в санаториях, больницах и следственном изоляторе номер один в Барнауле. Однако прогресс не стоит на месте и все большую популярность у избирателей приобретает дистанционное электронное голосование. Этим форматом волеизъявления жителей края уже воспользовались на выборах главы региона. При проведении выборов губернатора Алтайского края свыше 111 тысяч жителей Алтайского края воспользовались такой опцией. На дистанционном электронном голосовании явка на выборах губернатора Алтайского края составила практически 90%. Всего 28 регионов России получили право использовать дистанционное электронное голосование. Алтайский край в их числе. Чтобы принять участие в электронном голосовании, необходимо подать заявление на портале Госуслуг в период с 29 января по 11 марта включительно. И продолжаем выпуск. 27 января вся страна отметит 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Накануне губернатор региона Виктор Томенко пообщался с людьми, которые пережили ужасы того времени и вручил им награды от правительства Санкт-Петербурга. В честь памятной даты. Надо всегда помнить ту цену, которую заплатили жители Ленинграда, все советские люди за победу в той войне. Сколько бы лет ни прошло, 8 или 80, 280 будет я убежден. И по крайней мере мы с вами все сделаем для того, чтобы память это передавалось из поколения в поколение, чтобы это было обязательно. Награжденные активисты краевой и общественной организации жители блокады Ленинграда. Женщины выковечивают и передают память о событиях военных лет. Председатель Светлана Ярыгина поблагодарила правительство региона за поддержку и отметила, что сейчас по краю участников организации осталось 130. Когда же начинали работу, было 630. Вы знаете, вот один бы человек, даже у меня идей много, у меня даже вперед идеи есть. Но дело в том, один человек бы ничего не сделал, а только вместе с соцзащитой, с администрацией. И у нас работа идет. После награждения жительницы Барнаула вместе с Виктором Доменко посетили концертную программу «Непокоренный Ленинград», которая прошла в Государственной филармонии Алтайского края. С нее начинается череда памятных мероприятий в регионе. Люди и сегодня, через 80 лет, выполняют свою миссию, которую на них возложила сама судьба. Они и сегодня живые свидетели той истории. Да, еще будучи маленькими детьми совсем, и кто-то прожил там это время, кто-то был эвакуирован на большую землю, в том числе в Алтайский край. Но эта связь с Ленинградом, эти воспоминания, пересказанные уже своими старшими немножко, родителями, родственниками старшими, они все доходят до нас, как говорится, из поколения в поколение. К этому часу пока все. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok